Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня мы с вами поговорим про ароматы января, выходные позади, началась уже рабочая неделя, рабочие будни, и я в принципе вам сегодня расскажу о тех ароматах, которые я использовала на протяжении первой недели, даже уже чуть больше, чем недели января, и те ароматы, которыми я планирую пользоваться до середины месяца. Я в принципе обычно так снимаю, то есть две подборки ароматов на месяц, сегодня будет первая подборка, кстати сегодня я снимаю с новыми микрофонами, поэтому если будет со звуком что-то не то, извиняюсь, в принципе пишите как вам новый звук, я сразу на всякий случай надела два микрофона, чтобы наверняка, потому что переживаю, и узнаю я в принципе итог, что получилось только тогда, когда начну уже монтировать это видео, надеюсь все будет хорошо. Давайте приступим, покажу вам все ароматы, сегодня я выбрала 10 ароматов, которые я сейчас использую, использовала и продолжаю использовать в этом месяце. Первый аромат, с которого мы начнем, аромат от бренда Jack Zolte, аромат называется Private Session. Я долго смотрела на этот аромат, и он довольно небюджетно стоил одно время, и потом на сайте рандеву на него была очень хорошая цена, и я все-таки решила себе его заказать и попробовать познакомиться. Также, кстати, я вам еще показывала аромат, по-моему в рубрике куплю-не куплю, аромат от этого же бренда Jack Zolte из Севера. Севера, он очень такой кока-кольный, унисексовый, но классный, действительно подойдет и девушке, и парню, и на него была очень такая небюджетная цена. Вот сейчас перед видео я заходила, смотрела на сайте рандеву, он стоил там до 10 тысяч, поэтому если хотели, то проходите, смотрите, приобретайте, надеюсь он еще в наличии, поэтому проходите. Я вам обставлю, в общем, на все ароматы ссылочки на сайт рандеву, на те ароматы, которые можно приобрести на сайте рандеву, и проходите, мониторьте, смотрите, и промокод мой остался прежним на 10% скидку. Что касается данного аромата, почему он меня заинтересовал, потому что его сравнивали с Hayati от Atar Collection. Вы знаете, что я люблю Hayati, эту классную малину, но здесь еще есть специи. Здесь довольно много специй, прям со старта, и немного, конечно, многих это отталкивает. Здесь, кстати, доминирующая нота, это нота Аниса. Здесь также еще присутствует Мира, и за счет этого этот аромат на старте может немного напугать своей вот такой вот яркой, сухой специвостью. Но далее аромат начинает смягчаться за счет ноты малины и за счет взбитых сливок. То есть здесь малина, она не супер какая-то реалистичная, прям вот просто как ягода, а больше как такой десерт со взбитыми сливками. Но специи сопровождают аромат в течение всего его звучания, за счет этого придают какого-то тепла и необычности, я бы сказала, аромату. То есть аромат действительно звучит очень нетривиально, необычно и интересно. Поэтому если вам нравится такое, то есть вот такая вот сладкая с одной стороны гурманика, но с приятными такими аспектами, когда композиция звучит действительно не просто скучно, а гурманский без всяких граней, то обратите внимание, мне аромат понравился. Конечно, отзывы спорные, кому-то нравится, кому-то нет, но для меня это, как я и сказала, своего рода хаяти, но с такими необычными специевыми аспектами. Понравился. Следующий аромат, который тоже, мне кажется, идеально подходит на январь, это аромат от бренда Atelier Desaures, аромат называется Rouge Sarai. Я вам рассказываю, что этот аромат также похож на Dates Delight от бренда The House of Oud. То есть ароматы похожи в своем направлении. Для меня это сладкие финики в меду. Это и финики, это различные сухофрукты, орехи, мед. Вот, то есть это прям вот такое сладкое звучание. Также здесь есть немного алкогольности, возможно, какого-то ликера, может быть, даже немного. Такая вот сладкая алкогольность есть. Это прям ощущается. Есть немного древесности, есть немного табачности. Табачности не какой-то прокуренной, не какой-то супер яркой, такой назойливой табачности, а такой очень мягкой, приятной и парфюмерной. Поэтому обратите тоже внимание, аромат очень классный, такой согревающий. Вот эти вот блестки, их это просто отдельный вид искусства. И, кстати, они не забивают пульвик, все нормально. То есть, когда вы делаете даже отливантики, в отливантик проходят эти блестки, то есть они остаются, но никак не забивают пульвик. Как они так сделали, не знаю, но прям интересно. Поэтому, если вам нравится такое направление, как Dates Delight от The House of Wood, то обратите внимание и на эту композицию. Они похожи, но мне кажется, руж-сарай, он даже как будто более мягкий, более такой округлый, а не такой яркий бронебойный. То есть, стойкость шлейф, в принципе, тоже все на высоте, но он как будто бы немного нежнее и мягче в своем звучании. Ну, лично для меня. Следующий аромат, конечно, абсолютно другое направление. Это аромат, которым тоже очень часто у меня тянется рука, причем с такого достойного, доступного сегмента. Это Синьорина Мистериоса и это у нас Сальвадора Феррагана. Аромат очень приемлемый по цене. На него бывают часто скидки, можно приобрести небольшой объем. Но для меня это прям черничный мусс. Это красивая такая гурманская композиция. И эта черника вот в этом сливочном муссе, как будто даже немного мороженого. Очень все это звучит красиво и сливочно. С одной стороны, он вроде как гурманский, но черника дает приятной такой кислинке. С одной стороны, она реалистичная, но в то же время я не скажу, что это просто какой-то банальный десерт, который не может, в принципе, быть в звучании именно в парфюмерной композиции. Очень даже неплохо. И, соответственно, рекомендую стойко-шлейф. Просто замечательно. Из этой линейки, в принципе, мне нравится вся линейка. Все ароматы по-своему хороши. Мне кажется, бренд, в принципе, недооценен. Все как-то относятся так, ну, люкс, люкс недорогой. Но в нем очень много есть красивых, добротных композиций. И это один из таких классных представителей. И он настаивается, он становится все более яркий, более стойкий, более шлейфовый со временем. Поэтому мне очень нравится и рекомендую. Следующий аромат, который также я носила уже сейчас и продолжаю носить. И, кстати, он для меня раскрылся немного даже другими гранями. Это аромат от бренда Sinonimo Louis 01. Я вам, в принципе, рассказываю, что это у меня уже второй флакончик. И это вишня, которая мне нравится. Но она, кстати, очень стала меняться в процессе именно настаивания, я бы сказала. На старте, когда изначально вообще я получила аромат, для меня это была такая свежая вишня с такими кисленькими аспектами. То есть прям вот реалистичная, сладкая, терпко-сладко-кислая вишня. Сейчас же аромат как будто бы немного карамелизировался. Он стал более сладким. И это по ощущению для меня сейчас какой-то десерт с вишней. И ощущение, как будто это десерт, на котором вишня в карамели, то есть оформление какое-то, знаете, самого десерта, он стал более сладкий. Он стал... Вот эта кислинка вишни немного стала более мягкой. То есть нету такой прям яркой сейчас кислинки, она более-таки сладкая. И как будто в аромате стало еще больше амбры. Он стал такой сладко-амбровый. Поэтому, если вам нравится амбра в ароматах, тоже обратите внимание. И аромат для меня на данный момент абсолютно самобытный. Он абсолютно не похож на какой-то другой вишневый аромат. Казалось бы, сейчас у нас такая мода на вишни, и много выходит ароматов схожих. Но здесь, да, такое красивое направление именно вишневых ароматов. Но вот этой своей карамельностью он сейчас стал для меня прям какой-то очень необычный. И классно он согревает. Действительно хорошо звучит и в мороз. Прям какие-то такие карамельные конфеты даже, надо кажется, с вишней. Интересно, очень интересно. И все это обыграно амброй, за счет чего аромат не звучит как-то прямолинейно. Просто конфетками, вишенкой, а именно звучит парфюмерно. Поэтому, да, интересно, прям удивляет меня своими гранями. Следующий аромат, который тоже, кстати, я заметила, что очень часто ношу. И это, наверное, тот аромат от Dior, которому чаще всего тянется рука. Это аромат Poison Girl, именно версия Unexpected. И это для меня та же сладкая версия Poison Girl, но только здесь имбирь и засахаренные цитрусы. То есть, ощущение прям действительно как будто апельсины, лимоны порезали и засыпали немного сверху сахара и добавили имбиря. То есть, имбирь придает такой терпкости, яркости аромату. Для меня он самый искристый из этой линейки. Он идеально подходит сейчас, как подходил идеально на новогодний такой праздничный период, на какие-то прогулки, застолья. Очень классно. И также сейчас он мне до сих пор продолжает поднимать настроение, возвращать мысленно в то время вот эти вот такие домашние посиделки, праздничная атмосфера. Что-то в нем такое есть искристое и красиво он звучит. Он не звучит как-то линейно, плоско, он звучит довольно многогранно, красиво. И очень часто у меня тянется к нему рука, а по техническим характеристикам тоже хорошо. Как я и сказала, для меня это красивые такие вот немного засахаренные цитрусы. И в нем это все красиво сочетается. И вот эта свежесть, и терпкость имбиря, и в то же время сладость, немного ванили, немного цветочного аспекта жасмина, но не индольного, а такого мягкого цветочного. В общем, красиво. Действительно, однозначно рекомендую эту версию аромата. Следующий аромат от бренда IHFC, и это у нас Shade of Chocolate. Я, кстати, не так часто ношу этот аромат. Я не могу сказать, что он какой-то супер мой фаворит. Я, кстати, его как-то вообще приобретала вслепую, на рандеву, по приятной цене. То есть на него прям была максимальная скидка. Мне кажется, он дешевле всех стоил на сайте. Я, как раз, оформляла заказ. И мне он попался на глаза еще и подумала, так почему такая бюджетная цена на него. И, в общем, заказала. И я, в принципе, могу понять, почему, наверное, цена была чуть ниже. Потому что, скорее всего, если сравнивать с другими ароматами от бренда, возможно, он не такой популярный. Он не такой, наверное, понятный, как все остальные. Потому что здесь очень интересно и необычно звучат пачули. Пачули здесь и шоколадные, и терпкие, и немного зеленые, и немного даже уходящие в ретро какой-то такой аспект. Я не знаю, не то, что даже какой-то там неприятности и затхлости, но есть небольшой такой ретро налет. Но при этом все-таки больше пачули звучат в шоколадный аспект. И это очень интересный, теплый, плотный шоколадный аромат, не банальный. То есть, это не просто плитка шоколада, это красиво обыгранный шоколадный аромат. Прям с красивыми, яркими такими пачулями. И цветы здесь тоже присутствуют, цветы довольно плотные, белые цветы. И я его ношу редко, потому что для меня он прям тяжелый такой, довольно плотный в своем звучании. Но иногда на мороз, на холод хочется. Он звучит, конечно, шикарно. Шлейф у него длиннющий, стойкость просто запредельная. Но вот я бы не сказала, честно говоря, что он подойдет, наверное, совсем юной девочке. И нужно пробовать. То есть, это не тот аромат, который стоит прям приобретать слепую. Начните с пробника, с клеванта, и его нужно разносить. Его нужно понять, дать ему время отстояться, показать себе. Потому что с первого вдоха он даже может, возможно, кого-то отпугнуть. Но со временем все-таки он вас, думаю, порадует, как и меня. Следующий аромат, который я тоже ношу с огромным удовольствием, это композиция от бренда Arabian Wind. И аромат называется Devilish Island. И понятно, что аромат был сделан в направлении дьявольских интриг. Но так получилось, что он меня даже больше очаровал, чем дьявольские интриги. И я ношу его гораздо чаще. Да, он похож. Здесь также асмантус, такой же мягкий молочный сандал. Вот эта вот женственность, легкость, немного пудровости в аромате. Но он как будто более мягкий. Даже сандал здесь не дает такой солоноватости, как в оригинальных вообще, в принципе, в самом аромате дьявольские интриги. Здесь как будто сандал более мягкий, более молочный, более такой воздушная вот эта вот сливочность, такая молочность. Он более утонченный, более нежный. Но от этого не становится менее стойкий шлейфовый. Он такой же стойкий шлейфовый, но он как будто бы более мягкий. Как будто в него добавили больше вот этой сливочности и нежности. Поэтому для меня это, да, красивый вариаций на тему дьявольских интриг, но более молочно, более носибельный. Я думаю, что этот аромат понравится большему количеству людей, потому что он не так не будет сильно уходить в такую рассольность, как может уходить дьявольские интриги. Следующий аромат, который я очень часто носила, также на протяжении января, начала января и продолжаю носить, я его носила и моно, и смешивала. Это аромат от бренда Ричард, который называется Диарти Пан Эппл. И это классный ананас. Ананас очень реалистичный. Такое ощущение, как будто действительно вы разрезаете свежий, спелый ананас, и прям супер реалистичное звучание. Мне нравилось еще смешивать его и с шоколадным ароматом от бренда, и с другими ароматами я смешивала, что придавало композиции такой сочности, яркости. Поэтому если ищите прям такой самый прямолинейно реалистичный ананас, то обратите свое внимание. Его я заказывала на официальном сайте Ричард, и у меня есть промокод на сайт Ричард, я вам оставлю ссылочку. У меня есть также промокод на скидку 25% на официальный сайт Ричард. Мне кажется, классная скидка, применяйте, он также продолжает действовать. Этот промокод действует у меня как на мини-формат, также на полноразмерные флаконы, то есть без ограничений, на любую сумму. Мне кажется, это здорово, пользуйтесь. Я также планирую заказать себе еще один аромат, как минимум один. А вообще, в принципе, хотелось бы, честно говоря, познакомиться со всеми ароматами бренда, поэтому постепенно, скорее всего, это и буду делать. Следующий аромат, который был у меня в распаковке, первой распаковке года, и я, конечно же, пользовалась им в Новый год, и продолжаю активно пользоваться, это Бушерон Фейла Тонко. Я очень хотела этот аромат. И для меня это на данный момент самый реалистичный аромат на тему конфет с марципаном. Это красиво звучащий марципан. Это ощущение, как будто различные всякие орехи перетерли, но марципан здесь ярче всего ощущается. Есть небольшая такая мягкая шоколадность за счет того, есть ощущение, что это прям конфеты с марципаном, но при этом аромат звучит не как-то прямолинейно, просто конфета и все. Он как-то звучит многогранно. Здесь немного ириса, немного такой миндальной пудры. В общем, все это вместе невероятно красиво, но все-таки главное звучание это те самые конфеты с марципаном. Мне, кстати, очень понравились конфеты с марципаном. Здесь ставлю картинку, если не забуду. Приобретали в метром эти конфетки. Очень мне они понравились, и мне прям вот этот аромат напоминает те конфеты. У меня, наверное, заикорится с этим Новым годом, потому что мне хотелось именно конфет с марципаном. И сверху я просто обливалась этим ароматом, и получала просто невероятное удовольствие. Вот у меня как-то заикорился, он теперь с этим Новым годом. И последний аромат от бренда Frapan, это Lascarino. Он, в принципе, может быть не совсем такой теплый, согревающий, какой-то уместный на зиму, но мне он нравится своей яркостью, немного перченностью на старте, даже я бы сказала. Здесь очень красивая груша. Груша немного приправлена розовым перцем, я бы сказала, то есть есть такая прям пряность. И здесь есть приятная молекулярность. За счет этого аромат просто звенит на морозе, обалденно просто раскрывается. Также есть немного цитрусов, но вот эта груша здесь сводит меня просто с ума. Это такая сочная, сладкая, непереспелая груша в перце и с таким прям явным молекулярным подтоном. Очень понравился. Стойкость у него, конечно, небольшая, нужно прям обливаться этим ароматом просто. Пшиков, наверное, 7-8 делать, когда вы ходите на улицу на мороз. Но когда вы делаете столько распылений, на одежде, понятно, он держится дольше, на коже тоже вы увеличиваете его стойкость. Я просто наслаждаюсь. Мне хочется прям обновлять и обновлять. Очень такой он бодрый, собирающий как-то. Очень такого настроения, очень озорного и позитивного. Вот такие вот ароматы у меня в использовании на январь, на первую половину января. Пишите, чем сейчас вы пользуетесь активно, чем планируете пользоваться, что у вас в фаворитах, к чему прям тянется рука. Будет это очень интересно. На этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем всего самого доброго, самого прекрасного. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока!